Друзья мои, лесники, всех приветствую! Гости канала также здравствуйте! Есть у меня сегодня настроение поговорить про относительную новинку от шведского Гранда, компания Mora Knif. Нож всем уже известный, яркий и для многих игрушечный. Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет про Mora Eldris. Нож предоставлен магазином «Русские ножи», магазин большой, известный, однако я все-таки размещу ссылку внизу в описании к этому видео. Для тех, кто заинтересуется, будет полезно. Нож этот уже неоднократно мелькнул, был на канале, мы тестировали огниво. Полно фотографий этого ножа в группе канала ВКонтакте. Eldris'ом пестрит весь ножевой Инстаграм. Нож хоть и маленький, но заметный. В компании Mora об этом позаботились, сделали его веселым. Есть красный, зеленый, синий, я вот выбрал себе желтый. Есть, по-моему, еще черный вариант. Когда начинаешь присматриваться, вникать, смотреть на фотографии ножа в интернете, знакомиться с характеристиками, ну честно, мало у кого получается воспринять этого малыша всерьез. Мы поднимали тему Eldris'а в группе, общался по этому вопросу со своими увлеченными темой друзьями, по сути, мнение примерно одинаковое. Баловство. Ну действительно, казалось бы, ну что здесь есть, посмотрите. И все же, даже понимая все нюансы этого ножа, многие по-прежнему продолжают рассматривать вариант его приобретения. Ну или уже приобрели. Мой Eldris прибыл сразу в максимально возможной комплектации. Кожаный хлястик с клапаном, огниво, нож-ножный и шнурок. Сразу все в одной коробке. Пара слов скажу и о коробке. Новинка поставляется вот в такой очень приятной упаковке. Многими уже сказано, что нож на коробке нарисован в масштабе один к одному. И полностью соответствует оригиналу. Так и есть. Упаковка непривычно, хороша для моря. Раньше все, что я покупал, компаньоны 511 и даже Outdoor 2000, по-моему, все привозили без упаковок, покупаешь просто нож. Добротная коробка, безусловно, добавляет статуса, эффектности, но и цены на новые моря выросли очень прилично. Ребят, если все дело в упаковке, я лично под старинку готов получать моро без обертки, но по старым ценам. Хотя здесь я, конечно, лукавлю. Все мы прекрасно понимаем, что речь идет об изменении политики компании, освоении новых рынков, занятий новых ниш. В общем, так устроен мир. Придется смириться. Элдрис в максимальной комплектации обойдется вам сегодня в магазине «Русские ножи» 2820 рублей. Просто Элдрис, без огнива, без клапана 1840 рублей. Соответственно, доп. аксессуары здесь оценили в 980 рублей, что, в принципе, адекватно. Технические характеристики модели Элдрис вы прямо сейчас видите на своих экранах. Конечно, первое, на что здесь стоит обратить внимание, ну, совершенно небольшой клинок, всего 53,5 миллиметра, то есть даже меньше 6 сантиметров. И нож этот, безусловно, не подразумевает выполнение основных работ, тяжелых работ. Не получится им батонить, метать его. Это чистой воды вспомогательный вариант. Нож помощник. Наша с вами сегодня задача понять, что же все-таки можно делать таким ножом, для чего он удобен. Первое, что здесь стоит сказать, этот нож удобно носить. Удобно носить на шее, с тем же успехом можно сделать это в сумке или в кармане штанов. Нож негабаритный, легкий, абсолютно не тянет. Вот этот дополнительный фиксатор из кожи с клепкой мне в данном случае вообще не нужен, поскольку нож и без него прекрасно сидит. Нож крепится в ножнах благодаря направляющим. Вот с одной стороны то же самое с другой. И ответные части сделаны в виде выборок в самой рукояти. В момент зачехления происходит щелчок, подгонка великолепная, ножны тихие, абсолютный ноль шумовых эффектов. Теперь вопрос с огнивом. Сам факт его присутствия, это, конечно, замечательно. Обязательно добудем огонь, все попробуем. Но здесь конкретно подкачалась система крепежа. А точнее ее полное отсутствие, меня это прям расстроило. Вот очень странно. Сделали же кожаный ремень, почему бы не добавить сюда петличку, получился бы отличный крепеж. Но нет. Понимаю, основное ношение подразумевается на шее, огнивый и так никуда не девается. Но, ребят, это ведь самая настоящая погремушка. Нагнулся, присел, постоянно будет что-то болтаться, маячить, да еще и греметь. Зачем? Получается, что вот этот кожаный ремешок не несет с собой вообще никакого функционала. Нож прекрасно держится и так, огнивый не крепится. Если повесить темляк, то еще и не застегнешь. А значит, в компании Мора сделали все для того, чтобы я это снял, а может быть даже и выкинул. А вместе с этим снял бы и само огниво и убрал его куда-нибудь в карман или в рюкзак. Но не знаю, в компании Мора ведь для чего-то старались, сделали это. Это только мое мнение, если вам удобно, на здоровье. Пользуйтесь. Теперь само огниво. Тут ситуация следующая. Длина стержня 56 мм. Это чуть длиннее самого клинка. Пользоваться, ну, не сказал бы, что прям очень удобно. Во-первых, нет упора. Во-вторых, не самая комфортная длина. Коротковато. Хотя здесь, наверное, и не было смысла выдавать большие размеры. Получился бы некий дисбаланс с общими габаритами ножа. Поэтому довольствуемся тем, что есть. Нормально. Сейчас мы заготовим коры. Попробуем развести огонь. Элдрис и сбор коры. Совместимость хорошая. Теперь вопрос с дровами. Мелкий хворост или сушняк проще наломать или собрать. А для того, чтобы получить уже серьезные дрова, будем использовать пилу или топор. В принципе, на мелкую вылазку Элдрис будет хорош в любом сочетании. Элдрис плюс пила, Элдрис плюс топор. Если есть и то, и другое, вообще замечательно. Мы сейчас попробуем разбатонить вот эта полежка помельче. Понимаю, что удобно не будет, но ради интереса сделаем. Да, не очень-то получается. Это к вопросу о том, что для таких нужд все-таки нужен уже нормальный нож или топор. Рез очень неплохой, но клинок все-таки коротковат. Трешься рукой об деревяшку, можно нахватать прилично за нос. Полностью закрыли вопрос с дровами, но это не было бы так удобно, если бы не топор с пилой. Одно стоит признать, несмотря на микроподвод, непривычный для моры, рез по дереву меня все же впечатлил. Теперь берем огниво, пробуем добыть огонь. Есть огонь, есть жизнь. Очень хорошо в лесу, правда жарко, и вот этот костер только добавляет ощущение зноя. Сейчас все затушу, залью водой или засыплю песком, и мы с вами продолжим разговор про маленькую мору. Огниво на веревке, пластиковая клепка и кожаная бирка. Поначалу было подумал, что она здесь чисто для поддержания бренда, очередное место, где можно написать моро. Но, возможно, закладывался и дополнительный функционал, например, возможность поправить нож в полевых условиях на лоскутке. Вот таким образом. Согласен, снова не очень удобно, но самое главное, можно, и в полевых условиях это может сыграть роль. Плюс ко всему, кожаную бирку можно использовать как упор, оборачиваем огниво вот таким образом и высекаем искру. Ну, чем не упор? Поначалу для меня это не было так очевидно, возможно, в этом есть смысл. Вы все сами видели, высечь искру у меня получается без особенных проблем, но есть с чем сравнивать, поэтому по длине огниво могу сказать, что это не самый удобный вариант, однако, в лесу вас спасет. Тут есть еще одна супер-опция в ножнах. Два достаточно широких отверстия для раздувания огня, то есть дуешь в ножны, получаешь направленный поток воздуха и помогаешь огню разгореться. Для меня такая опция, откровенно скажу, притянута за уши, поскольку нос шейник, носишь на веревке, веревка продета именно вот в эти отверстия, и каждый раз снимать всю конструкцию, разматывать, для того, чтобы раздуть огонь, по мне просто бред, поэтому даже пробовать не буду, давайте лучше продолжим говорить про нож. Для самого маленького ножа компании тут очень неплохая рукоять, правда, мизинец всегда норовится скользнуть, но общий объем и эргономика дают удерживать Элдрис надежно. Сердцевина рукояти твердый пластик, окантовка прорезиненный пластик с ощущением цепкости, такой софт-точ. Внушительное темлячное отверстие, для меня эта опция никогда не лишняя, тем более, что правильный темляк в данном случае позволит добавить полезной длины рукояти, как раз для того, чтобы не сваливался мизинец. Но справедливости ради стоит сказать, что такой же темляк превратит этот нож в галстук при ношении на шее, и тут решать уже вам, нужно это или не нужно. Клинок выполнен из стали Сэндвик 12С27, классика моровской нержавейки с переменным гриндом, тут два варианта сведения, скандиспуски и такие, ну, вроде как, одна треть. Есть микроподвод, на это стоит обратить внимание, это совсем непривычно для моря. Есть несколько дефектов на моем образце, вот здесь на темном фоне хорошо видно. Во-первых, не совсем ровный микроподвод, то же самое сведение носика, с правой стороны есть небольшая ямка. В принципе, все, больше претензий не имею. Стружка злостная, но все-таки не хватает здесь длины клинка, нужно постоянно следить, чтобы движение шло параллельно древесине, вот так, а иначе нож норовит моментально выскользнуть и КПД получается очень небольшое. КПД построгать, декор, вырезание, мелкие работы. Тут сразу вспомнил одного человека, пользуясь случаем, передаю привет, Антоха, тебе привет. Антон Фролов, известный на YouTube как Солов Сайберия, человек занимается резьбой, вырезает чашки, куксы, ложки, в общем, это его профиль. Знаю, что Антон не так давно приобрел точно такой же элдрис, только в другом цвете, но это не имеет значения. Поработал им, вырезал несколько изделий и остался очень доволен. А это отличный показатель для такого ножа. К чему я все это говорю? К тому, что вот прямо сейчас поработал по мелочевке и остался точно так же доволен. Оценку 4 поставил бы точно. К чему я вы сами все видите этому ножу можно давать задание главное знать меру и не перегружать теперь давайте скажем пару слов о пригодности элдриса для кухни очевидно что по задумке производителя вот эта первая половина клинка со скандинавскими спусками предназначена для более тяжелой работы в том числе для работ по дереву вторая половина клинка с более высокими спусками это уже для тонких работ в том числе для кухонной нарезки что касается продуктов думаю все понимают что все что габарит не клинка придется резать с постоянным переворотом для того чтобы совершить законченный рез вместе с тем таким ножом будет просто удобно почистить овощи фрукты сейчас покажу большой кухни сегодня не будет все станет наглядным на примере обычной картошки смотрите очень ощутимая разница когда пытаешься резать вот этой частью и когда пытаешься резать второй половиной где спуски уже выше здесь конечно получается совсем все по-другому очень удобно шикарный рез нож отлично лежит в руке маневрирует мне очень нравится а вот порезать очищенный клубень это уже совсем другая история специально взял картошку покрупнее там где хватает длины клинка все проходит а вот здесь уже приходится как я и говорил все переворачивать в принципе сделать можно но комфорта немного если это конечно не редиска сосиски сырокопченая колбаска небольшого диаметра или помидоры черри там где хватает длины все здорово что еще стоит сказать элдрис мне понравился даже несмотря на то что его функционал очень сильно ограничен его же габаритами нож яркий к ножу притягивает и самое главное нож очень не дурен по мелким работам а значит компания мора в очередной раз двигается в правильном направлении и очень хорошо разбавляет линейку своих ножей ярким шейником с ролями второго плана мне кажется такой нож определенное имеет место быть особенно в комплекте с полноценным ножом пилой или топором все остальные выводы остаются на ваше усмотрение показано достаточно для того чтобы сложилось собственное мнение ребят предлагаю на этом закончить не проходите мимо нам очень приятно когда вы оцениваете проделанную работу как всегда приглашаю вас присоединиться в наш лесной кружок если до сих пор этого не сделали значок вам в помощь и раздел комментарий это наше общее обязательно обсудим все что касается этого ножа и тематики в целом канал forester желаю всем хорошего дня пока пока а